Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Избранные из беседы святого Иоанна Златоустого на книгу Бытие. Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, презирающим славу настоящей жизни. Как презрел он душу свою, так должен презирать и суетную славу, и взирать только на того, кто, испытуя сердца и утробы, с великим усердием творит молитвы и исповедания пред Богом, и сколько возможно помогать себе милостыню. Это, это именно добродетель особенно может изгладить наши грехи и исхитить нас из гиенского огня, если мы будем исполнять ее щедро, а не на показ людям. И что говорю, не на показ. Если рассудить хорошо, то нам надлежало бы творить милостыню уже потому одному, что она прекрасное дело, из сострадания к нашим братьям, а не ради обещанных владыку и наград. Но так как мы не в состоянии мыслить возвышенно, то будем творить милостыню, хотя из-за награды, отнюдь, впрочем, не ища славы от людей, чтобы нам сверх растрат и денег не лишиться и награды. И это будем соблюдать не только относительно милостыни, но и во всяком духовном деле. Ничего не станем делать из-за людской славы, потому что нет нам никакой пользы ни от поста, ни от молитвы, ни от милостыни, ни от других дел, если делаем это не ради того единого, который знает и тайное, и сокрытое во глубине души нашей. Если от него ожидаешь, ты человек воздаяния, то для чего ищешь похвалы от ближнего? И что говорю похвалы? Часто он не только не хвалит, но еще порицает тебя. Многие так злонравны, что и добрые дела наши толкуют привратно. Итак, для чего, скажи мне, высоко ценишь привратный суд этих людей? От неусыпающего же того ока никакое действие наше не сокрыто. И помышляя об этом, мы должны устроять свою жизнь с такой тщательностью, как те, кому скоро предстоит дать отчет и в словах, и в делах, и в самых помышлениях своих. Итак, не станем пренебрегать своим спасением. Ничего нет равного добродетели, возлюбленной. Она и в будущем веки исхитит нас из гиены, и откроет путь в Царство Небесное, и в настоящей жизни ставит выше всех, в суе и напрасно злоумышляющих на нас, делая сильнее не только людей, но и самих демонов, и врага нашего спасения, то есть дьявола. Итак, что может сравниться с нею, когда она исполнителей своих делает выше не только злоказненных людей, но и демонов? Но добродетель состоит в том, чтобы презирать все людское, ежечасно помышлять о будущем, не прилепляться ни к чему настоящему, но знать, что все человеческое есть тень и сон, и даже ничтожнее этого. Добродетель состоит в том, чтобы по отношению к вещам этой жизни быть как бы мертвым, так же и по отношению к вредному, для спасения души, быть бездейственным, как бы мертвым, но жить и действовать только для духовного, как и Павел говорит в послании Галатам, 2 глава, 20 стих, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Поэтому и мы, возлюбленные, станем делать все так, как прилично облегшимся во Христа, и не будем оскорблять Духа Святаго. Когда возмутит нас страсть или нечистая похоть, или гнев, или ярость, или зависть, тогда подумаем, кто живет в нас, и прогоним далеко всякий такой помысл, устыдимся при изобильной благодати, данной нам от Бога, и обуздаем все плотские страсти, чтобы после надлежащих подвигов в краткой и скоротечной этой жизни удостоиться нам великих венцов в тот грядущий день, страшный для грешников и вожделенный для облегшейся добродетелью, и получить неизреченные те блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.